Путин комплексом неполноценности Мой канал на ютубе не назовешь популярным У него всего 6900 подписчиков При этом он у меня существует уже с 2011 года Увы, на ютубе, в отличие от зена Очень большая конкуренция И пробиться там нелегко Тем не менее, данный ролик уже набрал более 31 тысячи просмотров И самое главное, продолжает их набирать Его смотрят уже 2,5 года И смотрят все чаще Это несмотря на то, что качество ролика оставляет очень желать лучшего Я тогда только учился работать с Хромакеем Это очень хорошо видно в данном ролике Но сейчас так складываются обстоятельства Что, думаю, к теме комплекса неполноценности Нашего президента имеет смысл вернуться Напоминаю определение данного комплекса Совокупность психологических и эмоциональных ощущений человека Выражающихся в чувстве собственной ущербности И иррациональной вере превосходства окружающих над собой Комплекс неполноценности возникает вследствие разнообразных причин Таких как дискриминация, душевные травмы, свои собственные ошибки и неудачи И то прочее Комплекс неполноценности существенно влияет на самочувствие и поведение человека Проявляться такой комплекс может по-разному Но чаще всего он проявляет себя двояко Человек либо испытывает страх перед людьми И поэтому старается как можно меньше Бывать среди людей И ведет по возможности уединенный образ жизни Либо возникает прямо противоположный вариант Он напротив и со всех сил Старается доказать всем Но и прежде всего самому себе Что он не только не хуже других А напротив лучше Пытается изо всех сил показать, как сейчас говорят, свою крутизну И думаю, хорошо видно невооруженным глазом Что именно это из нашего президента просто, как говорится, прет Именно поэтому он у нас играет в хоккей Якобы переигрывая признанных мастеров Летает на истребителе, на дельтаплане Погружается на дно морское в батискафе и так далее Вот как я сказал об этом в указанном рубрике И потом разве только в этом дело Путин у нас летает на истребителе Вот это фото Плавает на подводной лодке Да еще и демонстративно в форме подводника Вот это фото Опускается на дно морское в батискафе Играет в хоккей И ведь это далеко еще не полный перечень И над этим все вернее и вернее начинает смеяться весь мир В данном ролике я привел народное стихотворение Высмеивающее это Вот оно Есть также интересное народное стихотворение Высмеивающее это Появившееся, кстати, в нашей стране Вот оно, зачитаю Журавлин и клин летит Вова клином тем рулит За полярии Там по льдинам Вова ходит вместе с Димой Вот Володя под водой Щуку ловит Он такой На прогулку тигр выходит Вова рядом с тигром бродит Рукоплещет стадион Там в хоккей играет он Вот он мочит террористов В день в сортире Штук по триста Здесь Володя в офицерах Тут он пашет на галерах Вот играет на районе Кимоно теперь В спортзале А теперь уже в экстазе За рулем он на Камазе Вот в Москве он Вот он в Сочи Вова всюду, между прочим Чем он занимается? Целый день снимается Целиком ролик Будет на конечной заставке Беда только в том Что это давно Уже не смешно Думаю, понятно и ребенку Что президент Великой ядерной державы Не может страдать Настолько далеко зашедшим Комплексом неполноценности И есть все основания Предполагать Что не страдай он этим комплексом Он бы не рассорил Нашу страну со всем миром Не подставил бы ее Под все нарастающие санкции И не поставил бы На грань войны с Украиной Которая, увы Способна обвернуться Даже третьей мировой войной Вместе с тем Люди в нашей стране Только недавно Начали понимать это Достаточно вспомнить Какой запредельный рейтинг Был у Владимира Путина Еще недавно И к этому нужно добавить Что у него по сей день Остается достаточно приличное Количество искренних сторонников Я начинаю склоняться к выводу Что мне имеет смысл Подумать о цикле публикаций О Владимире Путине И путинизме в целом Разничняющих Насколько негативно И более этого опасно То, что у нас сегодня Такой президент Полагаю, что сегодня Об этом пора уже подумать Не только избирателю Но и ближайшему окружению И Путина Ясно, что пока у Путина Был запредельный рейтинг Он был очень нужен Номенклатуре Поскольку это была единственная Как сейчас выражаются Духовная скрепа Которая действительно работала И которая, да Реально укрепляла И поддерживала Господство номенклатуры В нашей стране Но только теперь Данный рейтинг уже в прошлом Напоминаю В публикациях Соболь о вручении Навальному премии Сахарова И телеканал Дождь Навальный человек 2021 года Мы уже рассмотрели Этот вопрос Вопрос о том, что рейтинг Алексея Навального По всем признакам Уже существенно обогнал Рейтинг Владимира Путина И более того Рейтинг Путина Продолжает стремительно падать А рейтинг Навального Стремительно расти А значит Данной Духовной скрепы У номенклатуры Больше нет Более того Учитывая, что семьи Номенклатуры Точнее высшие номенклатуры Почему-то живут на Западе А их деньги Почему-то находятся В западных банках Путин Становится На номенклатуре Уже не просто не нужен А он становится Для нее вреден Или как сегодня Принято выражаться Токсичен Напоминаю Этот вопрос Мы тоже Уже рассмотрели В публикации Гудков Такая указал Путину на дверь Путин стал слишком Токсичным для элиты И видимо Здесь логичным Становится предположение Что Путина Вполне скоро Может постигнуть Судьба Нагарбаева И самое главное Наверное Это будет правильно Примеры Что Путина Что Назарбаева Очень наглядно Показывают Насколько же Для руководителя Важно Вовремя уйти И не превращаться В диктатор Такая судьба Как учит История Ждет большинство Диктаторов И хорошо еще Если такая Напоминаю Судьба того же Чаушеску Была куда более Печальной В общем повторяю Я склоняюсь к тому Что цикл публикаций О Путине И путинизме Нашим каналам Очень даже не повредит Если понравился ролик Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Делитесь роликом В социальных сетях И на других ресурсах Пишите комментарии Смотрите мои аналогичные ролики Какие именно Вы видите На конечных заставках Субтитры сделал DimaTorzok